Когда от гор останется одна пыль. С каждым днём исламская религия распространялась по всему миру, и нур священного Корана освящал души. Люди, которые были невежами, приняв ислам, становились на верный путь. Пророка, саллиллаху алейкум, окружались подвижники, для которых его малейшее желание было приказом. Они соперничали друг с другом, чтобы выполнить его желание, и даже готовы были пожертвовать собой ради любимого пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А тревоги мушриков росли всё больше и больше. Потому что благословенный Хамза, большой герой и храбрец, всё-таки стал одним из мусульман и занял место рядом с посланником Аллаха, алейхи саляту ассалям. Это неожиданное событие привело всех мушриков в бешенство. Услышав эту новость, сын Хаттаба, Умар, он ещё не был мусульманином, вышел из дома с намерением убить благословенного пророка. Найдя его молящимся в Каабе, решил подождать, пока закончит он свою молитву. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, читал в это время суру 69-ю Аль-Хакка. «Неизбежный день. Что такое неизбежный день? Кто тебе объяснит, что такое неизбежный день? Народы Самуд и Аад считали ложью день страшного суда. Самуд был уничтожен страшным глазом, раздавшимся с неба. Ад был уничтожен ревущим, неистовым вихрем. Бог заставил его дуть на них беспрерывно семь ночей и восемь дней. Ты увидел бы народ этот опрокинутый, как будто это были пустые стволы пальм. Ты не увидел бы между ними ни одного человека целого и невредимого. Фараон, предшествующий ему народу Лота и опрокинутые города, были преступны. Они были непокорны посланному от Господа их, и Аллах покарал их многочисленными бедствиями. Когда поднялись воды, мы вас унесли в плывущем ковчеге, чтобы он служил вам воспоминанием, и чтобы внимательное ухо хранило память о нём. Когда раздастся первый звук трубы, земля и горы будут снесены и разом превращены в пыль. Тогда свершится событие. Небо расколется тогда на куски. С каждой стороны небо будет по ангелу, и восемь из них будут нести в этот день трон Господа твоего. В этот день вы будете приведены, и от вас ничто не будет скрыто. Тот, в правую руку которого дана будет его книга, скажет «Ну, читайте мою книгу. Я всегда думал, что придётся отдавать отчёт мой». Этот человек будет вести приятную жизнь в высоком саду, плоды которого будут висеть низко, и их будет удобно срывать. «Ешьте и пейте», — скажут им в награду за ваши дела в истёкшие дни. Тот же, которому книгу дадут в левую руку, скажет «Ах, если бы мне не давали книги моей, я не знал бы отчёта моего. О, если бы смертью кончились дни мои! Чему служат мне богатства мои? Погибло моё имущество. Скватите его и скуйте», — скажет Бог ангелам. «Потом сожгите его в огне. Потом наденьте на него цепь длиною в семьдесять локтей за то, что он не веровал в великого Бога и не любил давать пищу бедным. Поэтому у него сегодня нет друга, ни другой пищи, кроме гноя. Им будут питаться только грешники». Омар с удивлением слушал благословенного пророка Али-Иссаляту-Иссалям. Никогда в жизни не слышал он таких красивых, приятных слов. Об этом он позже рассказывал. «Я удивился, услышав такие правдивые, красивые слова, и сказал сам себе, «Клянусь, это и есть поэт», — как говорят курайшиты. В этот момент благословенный посланник прочитал аяты, означающие «Но нет, клянусь тем, что вы видите, и тем, чего не видите. Поистине, это слова посланника благородного, это не слова поэта. Тогда я опять сказал сам себе, «Он должно быть прорицатель, потому что прочитал мои мысли». Посланник Аллаха в это время продолжал читать аяты, означающие «Мало вы веруете, и не слова прорицателя, как мало вы размышляете. Это не спослана Господом Вселенной. А если бы он сочинил на нас какие-нибудь речения, мы схватили бы его за правую руку, а потом рассекли бы у него сердечную артерию, и не нашлось бы среди вас ни одного, кто остановил бы его наказание. Ведь поистине, книга эта есть предостережение боящимся Бога. Ведь мы хорошо знаем, что среди вас есть такие, которые считают её ложью, но это будет предмет горьких сожалений для неверных. Потому что Коран есть непреложная истина. Хвали же имя Господа твоего Великого». Как только посланник Аллаха закончил читать суру, у меня в сердце появилась любовь к исламу.